Сегодня вы научитесь воплощать свои мечты в жизнь. Вы уже интересовались вопросом исполнения желаний, но все техники показались вам сложными и запутанными. Возможно, вы просто не с того начали. Сегодня мы поговорим об авторе, который очень известен теме исполнения желаний и которому удается объяснять все тонкости работы с мыслями очень простым языком. Это Джозеф Мерфи. Вы использовали сотни техник для исполнения желаний и реализации задуманного, но ничего не получилось. Каждый день старательно практикуйте визуализации и аффирмации, но ваши мечты по-прежнему не сбываются. А вы не приближаетесь к желаемому ни на шаг, возможно, вы упускаете кое-что важное. А поэтому в этом видео я предлагаю вам вернуться к основам. Давайте попросим Джозефа Мерфи помочь нам разобраться в том, как устроены наши подсознания и как работает сила мысли. Ведь это основа основ, без фундаментального понимания которой ни одна практика не будет работать. Возможно, вы что-то уже слышали о Джозефе Мерфи и его так называемых научных молитвах, разработанных им. Таких молитв на моем канале очень много и, возможно, вы даже успели их попробовать на деле. Кстати, если вы не подписаны еще на мой канал, то прямо сейчас нажимайте на подписаться и ставьте колокольчик. Конечно, молитвы Джозефа Мерфи очень эффективны и помогают понять, каким смысловым содержанием нужно наполнить свое сознание. Но бесконечное их повторение без знаний и законов разума, как выражается сам Джозеф Мерфи, и умение правильно их применять в жизни принесет мало пользы. Поэтому я предлагаю сегодня обратиться к книге Джозефа Мерфи «Сила вашего подсознания», название которой говорит само за себя. Вот о чем он пишет в предисловии к этой книге. Без знания законов ни в одной области человеческой деятельности нельзя достичь подлинного прогресса. Поэтому вы должны сначала научиться правильно пользоваться вашим подсознанием как инструментом. Его силы будут действовать именно с той точностью, надежностью и в том объеме, насколько вы сможете понять действующие здесь законы и применять их для совершенно определенных целей и намерений. Мерфи проводит аналогию между законами разума и законами химии. Если смешать водород и кислород в пропорции 2 к 1, из их соединения образуется вода. Наверняка вам также известно, что один атом кислорода в соединении с атомом углерода дает окись углерода, то есть очень ядовитый газ. Добавьте сюда еще один атом кислорода, и получится безобидная двуокись углерода. К этим обоим примерам можно добавить множество других. Из бесконечного числа химических соединений. Было бы ошибочно полагать, что законы физики, химии, математики отличаются каким-то образом от законов подсознания. На наш взгляд, это очень удачное сравнение. С одной стороны, сходство законов химии с законами разума вселяет веру. Если мы все делаем правильно, то и результат непременно будет. С другой стороны, если мы ошибаемся и неправильно используем свои мысли и чувства, то вместо желаемого можем получить ядовитое соединение различного рода неприятностей и проблемы. Именно поэтому так важно понимать, как работают законы разума. Научившись правильных использовать, мы сумеем успешно применять силу мысли для трансформации своей жизни. Например, я уже это сделала, и доказательством тому служат последние 8 лет моей жизни. За это время я смогла исполнить все свои заветные желания. Переехала в Москву, имея уже две собственные квартиры в этом одном из самых дорогих городов в мире. Занимаюсь любимым делом, и деньги сами приходят ко мне в знак благодарности за ту большую ценность, которую я даю людям. У меня есть крутой автомобиль и, конечно, любимый муж. Все то, что мне казалось когда-то несбыточной мечтой, уже является нормой моей жизни. Как я это сделала, собираюсь подробно рассказать на своем ближайшем мастер-классе в школе исполнения желаний. Приглашаю вас послушать. Для моих подписчиков вход будет бесплатный. Все, что вам нужно, это записаться вот по этой ссылке. Также ссылочку оставлю в описании. Записывайтесь и прихватите с собой блокноты и ручки на прямую трансляцию. И с вас ждет просто огненная информация и даже практическая медитация в прямом эфире. Очень жду вас. А теперь давайте сосредоточимся на том, чему учил Джозеф Мерфи. Поняв и приняв его идеи, вы научитесь использовать то могущество, ту властную силу, которая присутствует в каждом человеке, во благо себе и окружающему. В своих книгах Мерфи часто затрагивает тему воображения, неустанно подчеркивая, насколько важную роль оно играет в жизни и формировании нашей судьбы. Вы используете аффирмации или позитивные утверждения, а может быть даже молитвы Джозефа Мерфи? Удалось ли вам добиться успеха? Если подобные практики кажутся вам неэффективными или нерабочими, то вот вам совет. Подключайте свое воображение. Вот что писал Джозеф Мерфи. Я часто говорю, что 99% людей не умеют молиться. Они читают прекрасные молитвы, но при этом рисуют в своем воображении отца, мать или сына такими, какие они есть. И там, где они находятся, в больнице, в тюрьме и так далее. Запомните, просто произносить молитвы или аффирмации недостаточно. Если вы не подкрепляете их своим воображением и неправильно используете свой мысленный взор, то это не сработает. Сколько бы вы не твердили вызубренные фразы. Почему? Мерфи объясняет это так. Если вы утверждаете одно, а мысленно представляете совсем другое, то это называется притворством. И вы не получите никаких результатов, потому что ваш мысленный образ должен соответствовать вашему утверждению. Воображение – это движущая сила всей нашей жизни. Мы говорим о контролируемом, управляемом, направленном воображении. Воображать – значит мысленно представлять что-то и отпечатывать это в своем подсознании. Заметьте, Мерфи говорит не об абстрактном воображении как таковом. По его мнению, мало просто иметь воображение. Необходимо сделать его контролируемым, управляемым и направленным. А разве мое воображение не такое? Кто, если не я, его направляет и контролирует? Возможно, удивитесь вы. К сожалению, у большинства людей это не так. Вам только кажется, что вы управляете своим воображением. На самом деле, зачастую оно управляет вами, а вы – лишь зритель. Думаете, это не про вас? А теперь вспомните, как ярко в той или иной жизненной ситуации ваше воображение рисовало негативный сценарий развития событий. У меня не получится. Так не бывает. Мир несправедлив. Это обречено на провал. Слышали вы его отголоски, а мысли лихорадочно роились вокруг потенциальных опасностей, неудач и несчастья. Думаете, ваше воображение при этом не работало? Еще как работало. Вот только против вас. Но и это еще не самое страшное. Есть люди, которые вообще не осознают те образы и картинки, что возникают и грузятся у них в голове. Почему? Они настолько поглощены внешним миром и разопщены со своим внутренним «я», что полностью утратили связь с собственным воображением и потеряли контроль над мыслями. Что делать? Если вы научитесь улавливать работу воображения в своей голове, отслеживая мысли, то уже сделайте его контролируемым. Это первый шаг. Следующий шаг – сделать воображение управляемым и направленным. Наблюдайте за образами, что возникают в вашей голове, и управляйте ими. Если они негативные или не соответствуют желаемому, смело твердой рукой меняйте их на нужные. Ваше воображение способно воплотить форму, любую идею или желание. Вы можете представить изобилие там, где недостаток, мир там, где распри, и здоровье там, где болезнь. Прислушайтесь к Джозефу Мёрфи, контролируйте свои мысли, сделайте свое воображение не просто направленным, а направленным в нужное вам позитивное и конструктивное русло. Только так оно даст силу вашим мыслям и позволит воплотить желаемое в реальность. Теперь закройте глаза. И представьте во всей красе, что уже исполнилось то, чего вы так сильно сейчас хотите. Получилось? Если да, то отлично. Если нет, то вам нужно просто больше практики. И вот какую практику вы можете делать, начиная уже с сегодняшнего дня. Каждый из нас ежедневно ложится спать и просыпается утром. Вспомните, чем вы занимаетесь в то непродолжительное время перед сном, когда вот-вот попадете в царство сновидений. В лучшем случае – ничем. В худшем – вами завалдевают неконтролируемые хаотичные образы, мысли, воспоминания прошлого дня, какие-то планы на завтра, обрывки разговоров, сожаления об упущенном, кадры недавнего просмотренного фильма и так далее. Вместо этого Мерфи предлагает использовать время перед отдыхом, коснув себе во благо. Ложась спать, рисуйте воображаемые картины желаемых событий. Представляйте, что вы уже имеете счастливую личную жизнь, другую квартиру, больше денег. Просто воображайте. И если вы будете делать это регулярно, ваше воображение обязательно материализует все это в реальности. А если вам сейчас требуется не просто одна техника, а система упражнений, позволяющая вам исполнить важное желание быстро и гарантированно, то прямо сейчас запишитесь на мастер-класс по ссылке в описании этого ролика. На этом мастер-классе, который пройдет в моей школе исполнения желаний, я собираюсь поделиться с вами своей стратегией исполнения любого, даже самого невероятного желания всего за 30 дней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok